Ну что, камера, мотор, камера, мотор, сейчас раззанавесим, чтобы больше света было, раззанавесим, и будем занимать. Будет светло, хорошо, трапку там уже подстригли, трапку подстригли, будет много света, смотри как светло, ох как светло. Дождичек, немножко накрапывают дождичек, трапку подстригли, что там ютиться на балконе? Ютиться, когда можно на шикарной кровати. Сейчас как-то я вам как-то тут сделать надо, чтобы более красиво. Ну что, условия должны быть. Комфортные, красивые, комфортные условия для занятий. Вот такие вот дела. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуден. Вот такие вот дела. Шикарно, сейчас будет она травкой тут пахнуть. Ох, дождичек немножко накрапывает. Травку подстригли, погода шепчет, погода шепчет. Красота, просто супер красота, супер красота. И погулять, и позаниматься прямо на кровати, прямо на шикарной кровати. Что, как вам здесь, чтобы было красиво? Красиво меня видно. Ну что, чтобы еще поставить на зарядочку и компьютер, сейчас сделаем. Компьютер на зарядочку поставим. И пейзажи красивые. С крупным планом, да? Возьми у меня крупным планом. Или еще крупнее. Вот так, наверное, будет хорошо. Еще и свет включим. И так свет включим, и так свет включим. Я не буду снять, и так свет включим, и так свет находится в Чуть пончо, ах, это пончо, пончо. Красота, ах, красота. Как сделать мяч, так это красиво. Я тут буду выписывать то, что мы с вами и планировали делать. Версолеты летят, книжечки туда. Сейчас положим книжечки туда. Ох, такая она просто красота. Вообще пончим, пончим утеплюсь. Надо было как? Вообще на самом деле, может быть, в той стране лучше, конечно, поставить видео. Но мне нужно его на зарядочку. Ну, мы сразу, я с разных сторон. Если что, или все-таки поближе, чтобы я больше крупным планом была для вас. Все-таки это занятие в моей творческой студии позитивного мышления. Ну что, это тетя с мопсами, которая написала очень много книг. У нее, знаете, план. Как у Натальи Правдиной? Сегодня я посмотрела новое видео. Натальи Борисовны Правдиной. Как там, эритрограммный или какой-то Меркурий. Вот она рассказывает. В общем, как она говорит, у нее план. План на день, на неделю. И вообще у нее план. У нее все по плану. Вот, все по плану. Также, наверное, у людей, которые пишут книги по плану. Столько-то страниц в день написать. Как сказала Наталья Правдина в своем видео, вечером она читает книги. Несколько книг по 10 страниц. Так что, вот, поближе, наверное, нужно. Да, ну и поближе. Только устроилась. Ну ладно, хорошо, сейчас. Сейчас поближе. Здесь, может быть, этот. Ну хорошо, как там. Давайте тогда я отключу, отключу вот здесь, зато я подключу. Как-то вот себя. Хотя, знаете, могу вот так поставить. Здесь у меня хватит этой. А может быть, мы поставим вот так. Если вы хотите, как бы, более красиво. Немножко он, немножко подсоединился. И сейчас подсоединился. Отсоединился. Сейчас все подсоединил. Технические вопросы. Сейчас тут технические вопросы. О, смотрите, может быть, вот так. Будет шикарно. Так будет шикарно. Хорошо. Потому что книгу я мою «Тайная психология денег» писала. Вот так, наверное, будет шикарно, да? В шикарных условиях, на диване, на шикарном диване. С комфортом. Ну что, с чего начнем занятия моей творческой студии позитивного мышления с тем, что я думала, что с научной молитвой Джозефа Мэрфи, из его книги, немножко в моем сокращении «Благодать», «Здоровье», «Вдохновение», «Мудрое знание», «Дружба», «Любовь» и «Всяческое изобилие». «Ныне меня омывает Божья благодать». Создатель неба и земли печется обо мне, охраняет меня, направляет меня и вдохновляет. Это духовная сила, мое благословение и моя благодать. Бог поспешитствует мне на всех путях моих. Я знаю, что Царство Небесное внутри меня, а это означает вечный разум, безграничная мудрость, абсолютная гармония, вечная любовь, всемогущество, все свойства и атрибуты Бога живут в глубинах моего подсознания. И также у меня было выписано из какой-то из книг «Пусть тебя любовь Бога отразится на моем лице». Великолепно, великолепно. На одной из моих программ, значит так, я сказала, что мы будем выписывать красивые формулы, формулы денег, вот, на, так скажем, отдельно, на красивые, на лист бумаги. Сейчас мы этим и займемся. И также выпишем красиво, вот, из книги «Секреты процветания» «Веление». Так, сейчас смотрю еще мои записи. Закон о гармоничной жизни. Закон о гармоничной жизни. Счастливая жизнь – это упоительная сказка, праздник, потому что для счастливого человека жизнь наполнена блаженством, поступки его великодушны и благородны. Взор сияющий, слава его убедительна. Он сильный и могущественный. Он сеет в саду своей души от семена любви, потому что счастливый человек доверяет Богу и делает тем самым сказкой свою жизнь. Просто шедевры, просто шедевры. Так, еще хотела бы посмотреть книга «Преображение». Книга «Преображение». Отвлекаться не будем. Отвлекаться не будем. Можете заметить, я там до 4 утра пообляла мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис «Мактум Сайфудин» через дефис. С моего канала Ютуба я там загрузила около 40 видео. На каждом видео я. Творческая студия позитивного мышления. Татьяна Салмановна «Мактум Сайфудин». Так что вот. Ну, это я. Татьяна Салмановна «Мактум Сайфудин». А здесь мне нужно ближе. У меня немножко тут «За». Мне же нужно, чтобы у меня свет падал. Свет красиво сюда. Немножко даже, знаете, это вам сейчас уже вечер. Сейчас уже вечер. Вот. Но все равно. Что ты делаешь? Вечер. Вечер. Когда-то мое совершенно великолепное. Не то, что когда-то. Вообще. У меня вообще всегда было великолепное зрение. Не знаю, с Кименом Арбековым, что ли, заниматься, чтобы зрение стало лучше. Свет придется выставлять. Мелкий швит. Все уже. Чутью. Чутью. Я же вам уже сказала. Там написала. Тяна Салмановна будет, так скажем, обращаться и в частности в Европейский суд по правам человека. Так что вот. Девять дней в холодном элинге, в котором я жила. Петергофа, Санкт-Петербург, Менделеевская, Дум-1, Литра-М, Корпус-9, Велин-24, по вине к оперативу Марина. Так что вот. Отразился, конечно, в отрицательном смысле на моем здоровье. Как и 4 месяца и 10 дней в психушке. 2 месяца в 2019 и 2 месяца в 2020 году. Вот такие вот дела. На мой диагноз хронические миопатии с 1997 года. Только нужно понимать. Так что нужно поставить свет. Еще лампу нужно ставить. Чуть-чуть, мелкий шлиф, чуть-чуть. 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 Продолжение следует... Ну что, сейчас туда выставлять буду себе, там три мужчины собрались, ну да, мужчины. Ну что, выставлю вот так вот. Ну что, посмотрим, сейчас я так буду, увижу, я так это текст, текст, который нужно писать, вернее, книжки. Теперь сюда ближе нужно поставить. Так что вот, я же еще говорю, смотри как выставить цвет, обратите, перемотайте эту мою видеозапись на начало, обратите внимание. То есть, в зависимости от того, как выставишь цвет, можно быть и просто не вселенная. Просто в Европейском суде по правам человека, куда я предоставлю больше 20 тысяч видео, и в том числе там, где я и внутри, у моего эллинга изнаружи, у Камарина, они могут меня не совсем узнать. Они скажут, ну а кто это вообще на улице, это что вы? Если я предоставлю эти шикарные видео, как не вселенная, которые я вот, как это специально, понимаете, в рамках моей творческой студии, ну и вообще я люблю шикарную видеосъемку, вот. Они просто, наверное, смогут усомнить и сказать, ну а это что вы? Так что это вот, чтобы у них уже сомнений никаких не возникало, что это я. Я просто вот объясняю. Шистян Салман, Мактун Сальфудин, у меня еще такое образование, телевизион продакшн, я в Америке училась, на телевизион продакшн. Как быть, Ким Бессенджер или вот этой вот красоткой, знаете, в этих голливудах, они специально в этих контрактах говорят, оговаривают, чтобы правильно выставили свет, чтобы они были просто шикардовны, просто шикардовны. Ой, я сама люблю очень красиво себя здесь снимать. Вот. Так что вот, ну не будем отвлекаться, давайте уже ближе. Ближе очень люблю себя, красиво себя снимать, когда красиво получалось, настроение улыбаться хочется, ну вы понимаете, да, а не так как-то вот это вот. Значит, начнем с самого начала. Алхимия и изобилие. Пролистаем. Алхимия и изобилие. Да, вот я побрежь сюда поставлю. Алхимия и изобилие. То есть и формула, формула, магия слова. Мы выписываем с вами формулу. Формула из этой книги. Любовь дарует, любовь дарует мне успех. Любовь дарует мне успех. Любовь. Здарует мне. Патяна Салмановна еще не написала, условно успех. Просто обратите внимание, это мой почерк. Вам показываю. Крупный. Сейчас я вам напишу слово успех. Любовь дарует мне успех. Любовь дарует мне успех. Это с 16 страницы. Книжки формулы денег. Так, идем дальше. Я чудо вселенной. Я достояние мира. Я дар божий. Я чудо вселенной. Чудо вселенной. Я чудо вселенной. Я достояние мира. Чудо вселенной. Кутка, я да, мальчак. Так, идем дальше. Так, видно, что упражнение. Я ценю себя, я ценю весь мир. Я ценю себя, я ценю тебя, я ценю весь мир. Эта формула, я помню, у Натальи Правдиной не было написано. Так, идем дальше. В моих глазах свет, в моем сознании изобилие. Это моя жизнь, праздник, сердце, мою любовь. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Так, идем дальше. В моих глазах свет. В моих глазах свет. В моем сознании изобилие. В моем сознании изобилие. Моя жизнь, праздник, сердце, мою любовь. Сердце, мою любовь. Так, идем дальше. Страница, 30-я, книжки «Формулы денег». Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Страница, 30-я, книжки «Формулы». Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю счастье, я умножаю любовь. Я умножаю любовь. Мое желание исполнено силой, оно наполнено силой Богом дана. Это формула исполнения желания. Это формула исполнения желания. Сила Богом дана. Сила Богом дана. Ох ты, Ана Салмановна, я сегодня хорошо поспала. Такое немножко отвлечение от темы. В 4 ночи 5 утра я легла спать. Я проснулась, у меня будильничек в 12. Обычно звонит у меня, знаете, мой будильник на телефоне. Выключила я будильник. Позвонила, поговорила по телефону с Василием Яновичем. Хотела там подумать, побежала. Ну, еще и поспала. До 4 дня. Считайте, 12 часов. Просто шикарно. Встала. У меня был такой завтрак этого потомственного. Миллионера. Потом... А, я же им сказала, мы будем это обсуждать. Ну, может быть, знаете, сейчас я напишу, потом обсудим. Завтрак этого потомственного миллионера. Вот. Я сварила яйца. Сварила 4 куриных яйца. 2 куриных яйца сначала. Я помыла тарелочку, вилочку, ножичек. Вот. В общем, рассказываю. Я думала, что, конечно, потомственные миллионеры это не делают. Ну, вот я так, вот такое отвлечение просто от темы. Вот. Помыла хорошо помидорку. Помидорку. Такие помидоры вкусные я купила. Помидорку. Окатила, поставила греть чайник. Чайничек скипела. Окатила еще помидорку. А вообще, эти помидоры, вообще овощи я мою с мылом. Вот. Очень хорошо. Вот. Потом в полоски еще горячим кипятком порезала помидорку. Посолила чуть-чуть. С посолочным маслом. С моим медиком. Сделала себе три бутерброда с красной икрой. Вот. Вот. И покушала салаты свежие помидоры. Бутерброды. Ну, да, три бутерброда с красной икрой. Там немножко банана, полбанана. И еще скушала, когда яйца вареные сварились с куриной, еще скушала два яйца с майонезом и с хлебом. Еще с чаем, а, еще чай коронороссийской империи. Все это с чаем коронороссийской империи. Ну, просто как потомственный. Это вошла прям в образ этого потомственного миллионера, миллиардера. Такой еще сухой завтрак у меня. Такие штучки, которые я купила. Сухой завтрак. Конечно, конфетки. Ну, чуть попозже я покушала еще конфетки, потому что я там еще смотрела видео и Светланы Ермаковой, и Натальи Правдиной. Чуть позже еще конфетки с чаем. Это такой, такой, второй немножко такой, такой первый у меня такой завтрак будет. Немножко второй завтрак такой более сладкий, с конфетами еще чай. Вот. И все. И, в общем, как-то вот это не будем отвлекаться. Что тут сила Богом дана? Так, дальше идем. Благодарность. Основа успеха. За все благодарите. Первое послание к Фессалоницам. Фессалоницам. 5.18. Благодарю тебя, изобилие. Благодарю тебя, сила. Благодарю тебя, удача. Формула благодарения. В течение месяца благодарите всех вслух. Или про тебя. Благодарите небо, воду, солнце, вселенную. Благодарите Бога. Практикуйтесь в уединенном месте на природе дыхания. Благодарение. Повторяя мысленно на вдохе благо, а на выдохе дарю. Это техники, из этой книжки он читал, страница 43. Благодарение означает, что вы уже получили дар. Когда вы говорите вселенскому изобилию «благодарю», то вы этим предвосхищаете дар. И как бы магически в акте благодарения вы просите и вы получаете сразу. Поэтому состояние благодарения является лучшим магическим средством для осуществления своих глубинных желаний и целей. Вы просите, вы получаете, вы благодарите. Ваши просьбы и молитвы будут исполнены, если вы сразу после вознесения молитвы промолвите искренне «благодарю». Чем искренне «благодарю», тем меньше времени пройдет между просьбой и осуществлением просьбы. Вот, страница 43, упражнение. Но я все не читаю, но мне еще это написать нужно. Так, благодарю тебя изобилие, благодарю тебя силу, благодарю тебя удачи. Благодарю тебя удачи. Благодарю тебя, удачи. Так, дальше. Формула благодарения надо будет, может быть, это как бы все, но освежить, освежить в памяти, это как бы судьба, это выбор. Я все могу, я все, формула силы, я все могу. Если вы будете повторять формулу «я все могу», в общем, в рамках моей студии, ну это моя передача, моей студии, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуде. Так что вот, это я. Могу сказать, что, в общем, как я читала в умных книгах, человек силен, он может быть только в Боге, так что вот. Я читала уже так, что человек слаб и силен, он может только быть в Боге. Это такая очень интересная тема. Мы с вами, может быть, ее обсудим. В рамках, я смотрела, знаете, такой сериал показывали «Великолепный век». Вот. Про события 500-летней давности. Я смотрела его два раза, огромное количество серий. Ну, знаете, на примерах там, в общем, такая интересная тема. Ну, это такой отдельный разговор. Не мешайте себе стать богатым. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Ах, какой вчера я вам уже грузила там одну серию. Вообще, это сериал. Клиника счастья. Как она? Клиника счастья. О, какой сериал. А как он начинается? Ну, это мы с вами, темой, где там вот как-то мы обсудим, знаете. У меня, кстати, вот, кстати, лежу на кровати, балконная дверь открыта, дышу свежим воздухом. Так что вот, знаете, такая гуля, знаете, такая. И, знаете, читаю и книги, и заодно и гуляю. Я привыкла, знаете, там, в Америке на Петтицеткин Мороз был в Коннектику в гамаке читать мои книги. А позитивному мышлению. Космическое изобилие проявляется поток людей в моей жизни. Появляется поток денег в моей жизни. А еще, вы знаете, даже там вот я обратила внимание, что и в Пяти Озерах, и где-то там в этих магазинах, в частности, магазинчики Семишага, стоят такие прыскалки. Ну, сейчас же, знаете, это, как они называются, пандемия, коронавирус. И чтобы руки можно было это опрыскать. Я так понимаю, что наш дворник опрыскивал чем-то вот этим вот этим хлором, там и лифты, вообще там вот эти ручки, вообще все это я вот несколько раз видела, опрыскивал. Вот, хлор, понимаете, я на самом деле, когда ходила в магазин как раз, и получилось так. Я просто выносила мусор, первый раз, вы знаете, за все мои 48 лет, я там, знаете, вот это вот открыла, посмотрела, знаете, заодно пошла в магазин, думаю, ну и мусорный пакет тоже выкинув, только там у меня были стеклянные, там какие-то, в общем-то, я решила на улицу, на улицу, конечно, в бак его вынести. И, в общем-то, с этим пакетом, такая шикарная одесса, и взглянула, конечно, в мой почтовый ящик. И там, конечно, была реклама, я стала вытаскивать эту рекламу, вот, вот, кидать в этот мусорный пакет, и случайно у меня этот пакет упал. Думаю, я такая вообще одета, как миллиардерша на миллиард, на миллион долларов. И здесь этот пакет у меня упал, ну, несколько там этих штук, там эти картошки, картофельные очистки вывалить, там туалетная бумага, пришлось все мне это, понимаете, этот пакет собирать, вот это вот, в этом образе этого миллиардера, понимаете, я такая стою на этой площадке на первом этаже, понимаете, вот это в образе этого миллионера, такая вся шикардозная, этот пакет упал, я все это собрала. Выкинула, конечно, пакет этот в этот бак, на улице, а потом, думаю, как-то неприятно, думаю, я руками вот это вот все собирала, такая вся такая шикардозная. И когда я пошла в магазинчик 7 шагов, я смотрю эту штуку, думаю, хорошо, думаю, она как раз для, вот, как говорится, наверное, какой-то антисептик, или какой-то так, ну, по типу, там, этого уксуса, я привыкну к уксусу, знаете, вот так вот, руки-то, небольшим этим раствором. Думаю, ладно, вот этим раствором там чуть-чуть, специально, знаете, от этого, от коронавируса, от этого раствора, прыскнула я на мои руки, завоняла вот этой хлоркой, понимаете, это просто какой-то был этот, пенька, как сказать. Я там взяла пакетик, оттерла, понимаете, вот этот вот, думаю, надо хоть, как-то, не знаю, хлором, я не знаю, вообще это, этим хлором, знаете, хлор, знаете, на руки. Я вообще даже, я даже ее выпью, а потом все по магазину ходила, думаю, этот запах, запах этого хлора, это вообще, конечно, не к этому, не к образу вот этого, не к образу вот этого миллионера. Так что, не знаю, меня терзают смутные сомнения по поводу вот этих жидкостей, которые стоят же, ведь же в магазинах, что им как-то можно руки-прыскать. Но с другой стороны, знаете, он попрыскал на себя хлором, может быть, конечно, вот этот вот этот коронавирус, в общем, это такая, я бы поставила это под сомнение, честно говоря. Это, понимаете, это вот воняло, потом думаю, это все нужно отстирывать, а потом думаю, я вот это вот, все это в магазине, в эту корзинку, и потом это вот этим хлором, потом, вчера целый день не могла от этого запаху, думаю, такое чувство, что вот этим хлором прям воняет. Просто, я не знаю, не знаю, может быть, они бы пользуются лучше у меня, знаете, вот этот муж, мой бывший перимак Солданский. У них же специальные растворы в этих, я знаю, в Сан-Францис госпиталь, если вы зайдете в туалет в Сан-Францис госпиталь, и там, знаете, какая, такие дозаторы мыльные стоят, ну, по крайней мере, когда я там была, ну, когда там, в 2005-2006 году, знаете, вот, ну, пару раз я там была в Сан-Францис госпитале, зубы там лечила, и там, в общем, флорографию, и что там я делала, флорографию, да, вот. И просто, я знаю, там определенный такой запах, я понимаю, что, наверное, специально разработанный какой-то вот такой вот или мыло, или какой-то, знаете, такой антисептик, специальное мыло для рук, что оно очень хорошо, наверное, как-то микробы уничтожают, очень специальное. Вот, оно имело специфический запах, но не хлором же, понимаете, не брызгать хлором на руки, вот этой водой, с этим хлором. Я подумала, что человек, вот так вот, не знавший, у которого там какая-нибудь аллергия, вот так попрыскает этим каким-то хлором на свои руки, а потом еще неизвестно, что будет. Ну, не будем отвлекаться, не будем, я просто к слову, я просто к слову, я подумала, знаете, я же там написала, что у меня, я там уже вам сделала такой вот этот, цитату, не цитату, а там, из книжки Натали Правдиной, что она, когда оплачивала счета, входила в образ потомственного миллионера, даже представляла, что она такая, сигары, и выписывает вот эти вот чеки, как это, как и миллионерша. Мне уже написала, мои дорогие друзья, почему бы нам вот так вот, можно так вот пойти, я так решила, пойду вот в образе, в таком вот там, в магазине, в магазине, за покупками. Ну, что, переворачиваю страничку, что я тут написала, подайте внимание, но потом я более вам там это покажу. Так, идем дальше. Это, по-моему, вспомнить, что у меня такой еще есть один какой-то пакет, в общем, как-то надо было этим пакетом, не руками собирать, понимаете, с пола этот, в этот пакет, понимаете, мусор. Потому что я начала там этим пакетиком, в общем, это собирать. Моя радость получать. Моя радость. Моя радость. Бог с тобой, Бог со мной. Что поле удачи, страница 61-я, Бог богат, я богата. Да как говорит Светлана Ермаков, она живет 30 лет, без плохого настроения. Ну разве, дорогие друзья, ну разве может нам испортить настроение какой-то там пакет с мусором? Ну да, там это подобрали, в этот пакет выкинули в мусорный бак. Ну что, страница 73-я, успех настоящий, успех грядущий, где успех небо надо мной, успех земля подо мной, успех ведет меня к успеху. Успех настоящий, успех настоящий. Успех. 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 Что вы думаете, я не догадалась, я загрузилась-то в фильм Клиника счастья. Обратите внимание, как герои этого фильма, который работает, 50-летняя женщина, как она молода выглядит, и как она, какой дом шикарный, и муж, и сын, и собачка, и она такая на велосипеде. А как показано, она едет на велосипеде, понимаете, вот оно, вот, наверное, этот эквивалент счастья показан. Дома красивые, какие-то там милиционеры, полицейские на этих, на самокатах или на досках целуются. Там девушка, мужчина-женщина. Показаны дети, какие-то счастливые фонтаны, и она такая, вся вот эта, и дома красивые, и она такая приезжает в свою клинику, и клиенты, и такое все шикарное. Как вот показано, такой вот, наверное, мир будущего, показано вот этот мир в счастье, просто вот это вот, начало этого фильма. Ну, конечно, знаете, сцена, интимная сцена в ванне, я даже не знаю, как актрисы это снимают. Я тут тебя засняла, однажды, там, говорит, вот, ну, вы видели, я такая в нижнем белье, такая, иду, это, в общем, скидываю такая, ну, вы поняли, да? Ну, с вами будем обсуждать, и будем это, и тантру, и тантра, йогу, в общем, на самом деле, и денежную йогу, йогу, снехан, вот. Я себе так в нижнем белье, в общем, у меня такая скидываю, красивое видео небольшое получилось. О, сама себе записываю. Ну, смотрите, видите, как это в фильмах? Даже секс в душе показывают, ну, не совсем секс, в общем, голо, ее до половины голой показали, я же не поняла. Значит так, успех настоящий, успех грядущий, успех неба надо мной. Успех, хан. Успех ведет мне к успеху. Придержу вас такой, ваш такой вопрос. Я там себя, знаете, так это красиво, ну, я так же вам себя и показываю, а че? Ну, так же я и выгляжу там, на кухне, в моем гранд-ресторанте. Да, они сказали, а, кто это был в начале? Так это тоже я. Ну да? Это фильм Кремок, фильм Кремок, мы уже изучали, смотрели мой Лайджорно. Это это, Лиза Чайкина, это ген красоты. Да, Татьяна Салман, еще сценарист, помимо творческой студии позитивного мышления, силой позитивной мысли, кто интересуется моим творчеством. Вот, вышли сериалы, я уже смотрела этот сериал, тоже он там загружал несколько серий. Ген красоты Лиза Чайкина превращается в Клару, в самую красивую блондинку Москвы. Ну да? Даром получаю, даром отдаем. Изобилие сила Буша, изобилие сила Космоса, изобилие моей жизни. Изобилие сила Космоса, изобилие сила Божия, сила Божия, изобилие сила Космоса. Сила Космоса, изобилие моей жизни. Сила Космоса, изобилие сила Божия, изобилие сила Божия, изобилие сила Божия. Сон приносит мне познание, сон дарует просветание. Сон приносит мне познание, сон дарует просветание, сон дарует просветание. Сон приносит мне познание, сон дарует просветание, сон дарует просветание. Сон приносит мне познание, сон дарует просветание, сон дарует просветание. Сон приносит мне познание, сон дарует просветание, сон дарует просветание. Сон дарует просветание, сон дарует просветание, сон дарует просветание. Раздущий... Потому что я так считаю, я уже уже говорила. Так вот, ну это какое-то мой субъективное мнение, знаете, как я эти творила передачи, что и космос, космос не пускать, да, определенные, за определенную, на определенное расстояние от нас не пускает и пускай знаете вот не пускает и все так что мысль так что вот эти вот мысль то была почему это сказала ну а давайте не будем отвлекаться сейчас вспомню эту мысль я дышу я дышу воздухом изобилия я купаюсь в водах богатства и наполняю солнцем счастья я дышу воздухом изобилия воздухом изобилия я купаюсь в водах богатства водах богатства я наполняю солнцем счастья иногда когда я огромные мои видео заснимаю не все просматриваю там конечно когда там это небольшие там или полчасовые часовые конечно это все просматриваю и там знаете надо будет такая некоторые такие у меня опечатки сказал некоторые опечатки что-то я на такое хотела отметить по опечаткам надо было написать сразу и на следующей передаче так я вам сейчас покажу дальше идем дальше небольшие опечатки небольшие опечатки это 90 страница идем дальше ауру мысли богатство свобода богатство сила богатство время я богатый я богатый я богат другое другое дело знаете выписывая вот эти формулы наверное надо было просто в очень только в позитив погрузить такое полное погружение позитивное мышление позитив может конечно я стала говорить знаете вот это вот такая все как миллионерша пошла в магазин и стал конечно может быть это лишнее было говорить про этот пакет который там вот этот вот вот про эту какую-то эту штуку для этих для рук может это было конечно лишнее может это как-то вот в общем честно говоря в это полное погружение то полное погружение но он только наверное как-то в этом позитиве богатство свобода Богатство свобода, богатство сила, богатство сила, богатство время. Я богатая, я богатая, я богатая. Так, идем дальше. Но, знаете, сейчас мы еще вот это видео вспомним про этого Геннадия Саунча, который он там напрямую загрузил на мой отряд ВКонтакте. Да, это будет вообще вот это, просто вот это вот. И знаете, как там, страница 100. Жизнь, праздник света и любви. Жизнь, праздник света и любви. Жизнь, праздник света и любви. Ох, такой милый сосед у меня там в 25-м эллинге. Это Геннадий Саныч. Такой Геннадий Саныч. А, мне же Ирфан и говорил, когда Ирфан приезжал, я говорю, Ирфан, ходите на моего соседа посмотреть? Он такой, чувство было, что он как-то с ним даже знаком. Знаете, я говорю, ходите на моего соседа. Он говорит, нет, нет, не хочу. Не хочу, говорю. Говорит, кого же не хочет на него смотреть? Я говорю, ходите, я вам покажу Геннадий Саныч, моего соседа. Говорит, он там у меня все, что-то стучится, все ломится. Думаю, я ирин купила. Я у тебя купила, знаете, вот это вот, мой 24-й. Ну, это напротив, знаете, вот в этом. Ну, вот, а, по-моему, Ирфан сказал, что Геннадий Саныч хочет, наверное, чтобы вы его чайком напоили. Когда я ему не сказала, думаю, ну, у нас с ним разные взгляды. Ему не понравилось, как я сделала 4 этажа, цвет фуксисты, такую красоту. Просто, знаете, как эти, как Диснейленд. Ему это не очень понравилось. Он сказал, вырви глаз. Понимаете? Если бы он сказал, какая красота. Это феерия, феерия красоты, феерия света. Феерия, такой цвет фуксистый, я всю жизнь мечтал. Ну, или хотя бы сказал, что, ну, да, мне нравится. Такой дизайнерский проезд, там столько работы там было. Ну, да, чего тут. Я в океане, я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства. Я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Кстати, вчера у меня были такие мысли. Я же вам говорила, кто смотрел мое видео, такое про, мне очень нравится этот отель. Я вообще, не знаю, там, столько раз говорила, что хочу выиграть его за Венишин. Ну, там, знаете, в Лас-Вегасе этот отель за Венишин я там была. В этом отеле мне так понравился. Я столько раз говорила, что я его там хочу выиграть, этот отель. И вчера, вчера у меня были такие мысли, но потом я подумала, что нет, 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 как бы, как бы не буду. Знаете, я так хотела, знаете, вот это вот поставить на кон этот отель. Мотивировать себя чем-то таким, вот, не знаю, вам, не знаю, по секрету. То есть, такие секреты вам рассказывают. То есть, она сломалась, сейчас вам такие секреты будут рассказывать. Ну, да, хотела на кон поставить этот отель. Вот если исполнится вот мое желание, значит, отель будет моим. Если нет, то нет. А потом подумала, может, не стоит рисковать? Или не стоит пока такими категориями думать? То есть, хотела сломалась, но думаю, сразу категориями отеля. А потом думаю, я вообще не азартно. Я думаю, я не поняла, что мне жалко стало этого отеля. Понимаете, на кон его поставить? Если исполнится желание, будет моим. Нет, тогда не будет. А что, в принципе, я теряю? Ты чего этот отель? Терять этот отель? Эти собственники, эти собственники этого отеля, они, знаете, да, это вообще просто там будут в шоке. Ну, в общем, ладно. Я в свете изобилия. В свете я уже это написала. Я уже написала в 112-й странице. Как-то себя, знаете, вот это вот, я не понимаю, а что? Потом подумала, нет, я человек вообще не азартный. На кон этот отель мы не будем ставить. Потом думаю, нет, как-то нужно, в общем, как-то вот это вот. Более, более как-то вот так вот. Моя цель изобилия, путь мой, успех, воля моя, воля Божия. Просто я подумала, что уже годы идут, уже неприлично. Я уже из Гранд-Атель Европы, все там это впитываю, уже годы идут. Уже годы идут, и через чего? Все сидим, короче, все сидим. Все сидим здесь в этой квартире, уже сколько тут лет. Из-за того, чтобы жить в шикарном замке, понимаете, путешествовать по миру, преподавать, понимаете, иметь этот бизнес вообще, эти миллионы, миллиарды, понимаете, эти лимузины, эти хаммеры, шикарную еду. Ходим, ходим в этот, как там, балуем себя, знаете, вот это вот, побаловать себя, пойти в магазинчик с теми шагов и купить мороженое, купить мороженое. Это кому сказать? Побаловать себя, пойти в магазин с теми шагов, купить мороженое за 8 рублей. Когда нормальная цена, замороженная, начинается от 100 рублей. Это как в этом, в одной из всех это говорила, как там она говорила, что нормальные деньги начинаются с этих сумм, там, не как там, как же она говорила. Ну, в общем, она имела в виду, что деньги, короче, они начинаются какие-то вот такие, ну, примерно, как она же сказала, там, вот это миллион рублей. Окей, вот это вот как-то деньги, миллион рублей. Ну, вот я так немножко, в общем, это вам. Моя цель изобилия. Моя цель изобилия. Пусть мой успех. Пусть мой успех. Пусть мой успех. Боле моя воля Божья. Так, статья 14. Ах, нам же еще здесь это нужно аффирмации выписывать. Понимаете, она, у нас это заняло час. Смотрите, сейчас у меня видео, моя запись, час и девять минут. Все, книжечки нужно почитать, только сейчас времени, у нас уже такой вечер-вечер. Туда, пойдем книжки читать, и здесь будем читать, и будем все, просто вот это, будем это выписывать. Выписывать. Что еще по плану? А здесь еще по плану, еще выписать, еще 20 аффирмаций. В моем сознании источник вдохновения. Это тут следующее. Это были, это были формулы денег. Дальше пойдут, так, это были формулы денег. Можно, конечно, было легче на компьютере набрать, но у меня все равно принтера к компьютеру нет, не распечатать. Ну ладно, от руки лучше будет. Дополнительный настрой аффирмации медитативной литонии. В моем сознании источник вдохновения, изобилия и гармонии. В моем сознании источник вдохновения. Изобилия и гармонии. Изобилия и гармонии. Изобилия господствует над моей речью. Изобилия вдохновляет мой О. А жизнь моя, жизнь моя, проявление богатства Вселенной. Я богата, ибо изобилия на богатство. Я успешна, ибо достойна успеха. Я щедрая, ибо щедрость приносит радость. Я счастлива, ибо сердце мое наполнено любовью. Я счастлива, ибо жизнь моя пропитана благодарностью. Я счастлива, ибо творчество мое озарено святым вдохновением. Я счастлива, ибо глаза мои сверстают единство. Бог дает мне понимание, как приумножить богатство. Как сохранять его и как использовать его на служение людям. Я богата богатством Бога. Я богата богатством Бога. Творчество, моя жизнь, вдохновение, моя сила, любовь, мое дыхание. Я живой талисман успеха. Я символ процветания. Я знак доброй удачи. Я воплощение энергии изобилия. Так, давайте, так, это чуть позже, знаете, там, это в конце книжки написано. Это можно будет, это же не по всей книжке смотреть, да? Значит, так, это я выписала. Так, это я выписала. Так, следующее, что в следующем у нас? Библия счастья, к секретам процветания. Значит, Библия счастья. Я вам уже читала часть. Интересно, что в следующем у нас написано? Просто такое начало. Вы свет мира. Свет – это сама наша природа. Это природа всего существования. Существование состоит из света. Оно сотворено из света. Вот почему все писания в мире говорят, что Бог есть свет. И теперь современная наука также соглашается с тем, что Вселенная соткана из электромагнитных, гравитационных и информационных полей. Это научные термины – свет. Это более поэтический термин. Вспоминайте, осознавайте как можно чаще, что вы свет, свет мира, как говорил Христос. Мы рождены из света. Мы живем в свете. Мы умираем в свете. Мы сотканы из света. Это было одним из самых великих озарений мистиков всех веков. Ученые сейчас также согласны с этим. В течение последних 30 лет они вынуждены были согласиться. Всего лишь 30 лет назад они смеялись над мистиками, думая, что те несут вздор. Человек сделан из света. Должно быть, они говорят образно, не буквально, но мистики говорили буквально. Теперь наука говорит, что не только человека сделан из света, но из света сделано все. Наука шла к этому очень долгим путем. Объективный путь очень долг. Субъективный путь очень прост. Он самый короткий, потому что вы должны только посмотреть вовнутрь. Ничего другого не требуется. Ни лабораторий, ни инструментов, ни сложных приборов. Требуется только искусство созерцания. И в тот момент, когда мысли исчезают, и ум полностью спокоен и молчаливо, открывается внутренний свет. Если мы увидели свет в себе, вы будете удивлены. Вы можете видеть его теперь во всем. Тогда все существование – это не что иное, как океан света. Это не вещество, это чистая энергия. Вы звезды. Это страница 14. Глядя на небо, вспоминайте, что вы тоже небо. Глядя на звезды, знайте, что звезды внутри вас. И точно так же, как вы внутри неба, небо внутри вас. Постепенно все ваше видение изменится. И в этом новом видении мелочные проблемы становятся смехотворными. Мы все несем внутри себя звезду бесконечной красоты. Мы звезды. Конечно, мы окружены густым туманом и облаками. Если вы посмотрите со стороны, то не сможете обнаружить никаких звезд. Цель медитации состоит в том, чтобы проникнуть сквозь эти темные облака, что окружают вас, и достичь центра, где есть вечный свет, где жизнь – это пламя радости, блаженства, необычайной красоты. Ощущение этого внутреннего пламени есть ощущение божественного света. Путешествие тяжело, но его стоит предпринять. И оно тяжело только в начале. По мере того, как вы привыкнете к путешествию в неизведанное, к свободе неизвестного, к трепету неизвестного, это больше не тяжело. Тогда каждый момент погружения вглубь себя наделен такой драгоценной красотой, такой изысканной радостью, таким великим ликованием, что вы готовы пройти через любые испытания. Вы готовы даже умереть за это, потому что теперь вы знаете, что даже смерть – это не смерть. Вы – храм истины. Иисус говорил, что Царство Божие внутри вас. Это учение, присущее всем пробужденным. Никуда не идите, не ищите снаружи себя, там вы ничего не найдете. Вы останетесь пустым, неудовлетворенным. Это страница 16. Неудовлетворенным, разочарованным, потому что настоящее царство, настоящее богатство – это часть вашего внутреннего мира, вашей субъективности, вашей души. Если вы познали себя, вы можете скитаться по миру, делать своей радостью. Так, скажите, делиться ли это? Если вы познали себя, вы можете скитаться по миру, делясь своей радостью. Почему скитаться? Своей радостью и проживая ее. Тогда нет проблем. Если вы укоренены в своем существе, вы можете заниматься любой деятельностью, ничто не причинит вам вреда. Вот, пишет Sunlight в Библии счастья. Тайны совершенной жизни и изобилия. Учения и методы храма Соломона. Мы с вами выискиваем истины, жемчужину истины в книгах. Из моей библиотеки. Вы можете жить в мире, но ваша медитация останется не омраченной. Ну да, наверное, жизнь как в медитации. Но сначала внутри должно установиться самое главное. Вы должны познакомиться со своей внутренней реальностью. И все методы внутренней алхимии направлены на то, чтобы повернуть вас внутрь, помочь вам продвинуться внутрь любым возможным способом. Никто не может дать вам истины. Здесь пространство, где она может быть найдена. Вы не сможете найти ее в храмах, в древних писаниях. Вы не сможете найти ее в Гималаях. Вы найдете ее только внутри себя. Сейчас же закройте свои глаза и устремите взор внутрь. Всегда сейчас, но никогда не тогда. Всегда здесь, но никогда не там. Там и тогда не существует. Здесь и сейчас существует. На самом деле это две стороны одной и той же медали. Здесь значит пространство. Сейчас значит время. В каждом из вас Вселенная. 17 страница. Вас учили быть врагами жизни. Вас внедрили программы отрицания жизни. И делали это так долго, что они стали частью вас. Ваших мыслей, ваших клеток, крови, костей, костного мозга. Вы не любите жизнь. Вы ненавидите ее. И все в религии учили людей, что жизнь это проклятие, наказание, ад. И вы прокляты за совершение первородного греха. Жить не проклятие, не тюрьма. Это вознаграждение, дар, благословение. Подружитесь с ней. Возлюбите ее. В тот момент, когда встанете в возлюбленном жизни, вы будете удивлены тем, как она прекрасна, щедра, изобильна. Вам откроется ее поэзия, ее вселенская музыка. Когда ваша идея об отвержении исчезнет, и внутри установится что-то позитивное, тогда жизнь начинает открывать вам свои тайны. Эти тайны могут быть открыты только возлюбленным. Они не могут быть публично обнародованы. Только тогда, когда вы вступаете в интимные взаимоотношения с жизнью, она откроет вам свое сердце. Как интересно. Это же мы читали. Мы читали с вами... Это у Наталии Правдиной. Это 17-я страница книги Санлайта. Только тогда, когда вы вступаете в интимные взаимоотношения с жизнью, она откроет вам свое сердце. В этом самом откровении вы приходите к познанию истины, блаженства, божественности. Не ищите другой жизни. Идите глубже в эту жизнь, и тогда вы обнаружите космическую жизнь, скрытую в этой. Весь космос в человеке. Другой мир сокрыт в этом мире. Вы не должны покидать его, вы должны идти в него глубже. Пишет Санлайта. Погрузите ум в сердце. Жизнь состоит из настоящего. 33-я страница. Украшу, давайте. Нет, мне нужны эти... Веления, веления. Значит так, Еленец выписывал веления, те, которые у меня не выписаны. Значит так, часть у меня уже выписана. Так, сейчас смотрим. Книжка Марк Лизабет Профит. Она говорит, что это я знаю наизусть. Я здесь, надающий здесь прощение, прочь, кайнистрах, сомнений. Всех навек освобождаю и победой окрыляю. Я сдаю полновластное прощение, и сейчас насущему всему прощаю. Мил всюду изливаю. Так. Это я знаю наизусть. Листа написанного веления на 13-й странице. Я его знаю наизусть, и мы его выписывать не будем. Идем дальше. Я есмь, существо фиолетового пламени. Есмь, чистота Богом желаемая. Я есмь без страха и сомнения, прогоню, нужду, лишения. Свыше сходит, ныне знаю, дар и забилие, помощь благая. Это пишем. Это пишем, много раз повторяла, но так, как-то вот... Так, где за счетом стану? Я есмь без страха и сомнения, прогоню, нажимаю, нужду, лишения. Нужду, лишения, нужду, лишения. Вышу, свыше сходят, свыше сходят. Мы не знаем, мы не знаем, да, разобилие, помощь благая. Я есть в руках Артумы Божьей, нужно написать, я есть в руках Артумы Божьей. Слушайте, а вам, наверное, особо не видно, если я пишу, вам часть, часть видно, может, как-то вот так поставить. Важно, я же надеюсь, пишу, вам это, а, я же вам показываю, ну да, я же вам показываю, что я. Так. Что я пишу-то, наверное, нужно как-то показать. Это же для видеосъемки-то, так, чтобы поставить видеосъемку. Знаете, я там делаю, чтобы мне это удобно было. Ах, чтобы мне это удобно было. В кайф, знаете, что там, в кайф. В кайф и драйф. Видно, что я пишу? Или не совсем видно? Так. Поставить. Видно, что я пишу-то. Так, я есть рука Портуны. Я есть рука Портуны Божьей. Что богатство света льет. И с обилия благое. Дуа Коэ, отножит Э. Почу ведет. Портуны Божьей. Да. Портуны Божьей. Д médico. До свидания. Продолжение следует... 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 Ну что я здесь показала, я не знаю, как-то по-другому Вот, что я вам показала, да, видно вам? Люблю комфортно, понимаете, ведь, чтобы комфортно, чтобы так красиво всё, в таком расслабленность, чтобы отдыхать, в таком дышать, книги, аффирмации, веления, знаешь, всё должно быть, знаете, такое шикардосное. Да будет свет, да будет свет там, где я есть Всем то, что я есть. Страница 73 Я есмь, жизнь, что Бог направил, Правда свет во мне пылает, Дай Господне совершенство, От разлада избавляй, В правоте благого плана, Укрепи меня на веки. Я есмь, прекрасно свершенство, Бог, живущий в человеке. Это мы запишем. Хотя я это помню, но запишем, запишем. Запишем. Я есмь, жизнь, я есмь, жизнь, что Бог направил, Я желаю, что Бог направил, правды свет во мне пылает, правды свет во мне пылает, правды свет во мне пылает, дай Господь на совершенство, дай Господь на совершенство, от разлада избавляйся, от разлада избавляйся, от разлада избавляйся. В полноте благого плана, в полноте. Можно взять еще денежный массаж. Денежный массаж. Денежный массаж. Знаете, я все хотела посмотреть, как я получаюсь на этом видео. Сейчас посмотрим, как заснимет моя видеокамера. Сейчас посмотрим, заснимет она красиво или нет. Упражнение нужно делать на подбородок, на шею. В общем, делать упражнения, заниматься собой. Да, Наталья Правдина в Суздаль приглашает. Такое омоложение. В Суздаль. Все рекламу дает 6-го числа. Так что желающие могут поехать заняться собой, своим здоровьем, правильным питанием. Так что вот дипломированный мастер фэн-шуй Наталья Борисовна Правдина. Суздаль, богатая, известная женщина. 20 миллионов книг проданы. Приведены эти книги на многие языки. Так что вот. Денежки. Ах, и такая звезда. Такая звезда. Такая звезда, звезди, денежки, где мой кошелечек, мелочи мы обтираться не будем, эти денежные ванны, денежные ванны, ах, эти денежные ванны, ах, эти денежные ванны, ах, эти уголочки, раз, два, три, ах, эти денежные, супер обтирания, эти деньгами, ах, да, медитации на денежки, Эти супер медитации на эти денежки. О, погода, погода шепчет. Погода шепчет, сейчас я себя вам покажу. Сейчас я вам покажу себя. Вот, погодка, погодка, она шепчет. Погодка шикарная, с утриженной травкой пахнет. Погодка супер шикарная. Так что вот. Смотрите, как это выглядит. Такой дверцы, знаете, такой дверцы и лучшие изображения. Можешь шляпкой? Ходить, такой, в шляпе. Такой Татьяна Салмановна в шляпе. Самое главное, правильно выставить свет, я же вам сказала. Правильно выставить свет. Вы смотрите очередную мою программу, моей творческой студии, позитивное мышление, не силу и позитивные мысли. Татьяна Салмановна, мактум, сайф. Сайф. Погодку. Ну да, но ты меня Михаил Маратович не узнает. Так что ты такая деловая, такая деловая. Можно конечно было здесь, а что, я не знаю даже, ну здесь немножко прохладно, понимаете, я вот, там конечно более тепло, пончи накидывается, как-то здесь нужно опять уги надевать, утепляться, понимаете, в шубку, утепляться, что у меня открыто, я дышу свежим воздухом, сейчас у меня на балконе стоит моя видеокамера, есть уже немножко прохладненько. Время, ну вечера, скоро уже знаете, за 8-8, скоро вечером, скоро уже вечером, уже знаете, около 8 вечера. Вот, все-таки на кровати, знаете, вот открыта, открыта балконная дверь, и в общем на кровати как-то, знаете, свежий воздух, и в общем более комфортно, более тепло, чем здесь. Конечно, погода супер шикарная, вот же практически июнь месяц, практически июнь, ну как-то, понимаете, так сидишь, все книжечки читать, еще как-то, мы поняли, да? Тем более, там, более комфортно, конечно, я могу здесь это писать, нет, здесь мне надо уги, знаете, это более теплые, теплые брючки одевать, еще шубку надевать, уги, в общем как-то, мне комильфо, мне очень комильфо, вот. Но так погода мне очень нравится, такое безветрие, в принципе, хорошая, шикарная погода. Просто на моей королевской кровати более удобно там это писать, в общем как-то, вот здесь. Я хотела сегодня, думаю, засниму, такая очередная программа, и вообще, я уже говорю, что, когда вот ставлю так, обратите внимание, как вот, вообще вот, посмотрите, как я выгляжу на протяжении всей, вот этой вот видеосъемке, а видеосъемочка у меня уже идет час и 45 минут, что, видите, час и 45 минут моей программы, творческой студии, позитивного мышления, Татьяна Салмановна, Мактум Саальфуре, с вами Татьяна Салмановна, Мактум Саальфуре, это я. Здесь просто очень красиво, естественно, вечером падает красивый цвет, конечно, я когда вот хочу себя заснимать, как это не вселенную, и, в общем, я снимаю, в принципе, так это вечером, в основном, ну и днем, но и в основном вечером моей программы, моей творческой студии, поскольку красиво, вечерний свет, и очень красиво получается лицо и книжки, то есть хочется, чтобы это было супер-супер красиво. А если вы заметите на протяжении всей съемки, то есть как выставить как-то вот цвет немножко по-другому, как-то вот, в общем, как-то вот так. Потому что на ваш вопрос, а кто это, понимаете, на всей протяжении вот этих вот часа 45 минут таких, это я. Так что вот, прохладненько, прохладненько, здесь нужно или утепляться, а там, в общем, веление, веление, я выписываю, это книжки. Дидаисты занимаются, погода шикарная, конечно, знаете, облака, в общем, насладится, здесь, может, нет, конечно, здесь, когда я сажусь к балкону и утепляюсь, знаете, когда, конечно, больше, знаете, больше свежего воздуха, уже чувствую, знаете, практически как на улице, понимаете, практически как на улице. Потому что свежий воздух, ну да, что, что практически на улице, что вот там, около балконной двери. Ну, нужно внутрь, нужно внутрь, потому что, потому что дела, дела, дела. Ох, я такая просто звезда глобоглазая. Что-то они какие-то холодильники разгружают. Смотрите, грузят от этого холодильнишки разгружают. Продолжение следует... Так вот, если немножко так поотдаль, в принципе, так вот поставить поотдаль. В полные, как говорится, в полные денежки. Ох, эти денежные, сейчас я на денежки не буду информацией, на эти денежки. Так вот, как эту штучку я взяла. Здесь лавочка там. Мантры, мантры. Слушаю, поставленные на кухне. Мантры, мантры, мантры. Вид, уже пончо утеплилось. В общем, я здесь снимаю. Так, снимаю. Ох, ну что. Дальше. Поработаю дальше. Ах, веду, веду. Да, одежда ведущий предоставленный на мой ведущий. Так, где эта моя штучка была? Где? Дальше. 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 Полноте плохого плана, ох, ладно, давайте, ну давай с этим деньгами, как в общем и прям сюда положу, поран живем, не то, что поран живем, но, в общем, денежки, мои денежки. У них же, где-то на восьмерку это тысяча заканчивается, номера-намера купюр на восьмерку, что ли заканчивают, нет, на шестерку, на восьмерку начинаются. А здесь? В общем, ладно. прям на денежки я есть у меня если вы как решение жить мать и на так появитесь в моих руках для использования сегодня так и правда советую пересчитывать денежки не вечером а утром так что вот и вообще на денежном комнате и 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 Здоровье, семья, дети, изобилие. Советуют. Советуют даже мать и забыть против. Как-то в карту сокровищу сделать такое. А это 10 шансов осаждения Сен-Жермен. Учение Сен-Жермен. Вот. В полноте благого плана. Укрепи меня на веки. Укрепи меня на веки. Укрепи меня на веки. Я есть в присутствии. Совершенство. 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 Бог, живущий в человеке. Повторяю три раза. Повторяю три раза. Здесь много что пишут. Мы с вами еще почитаем. Потом. Огонь фиолетовый в сердце полай. Любовь и божественная ярко сияй. Ты милосердие истинная вещь. Надо будет озвучивать ей бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце полай. Огонь фиолетовый в сердце полай. По мою любовь и божественная ярко сиянь. Это фильмы. Я там написала, что будем обсуждать с вами фильмы, сериал, сериал искусства края как там, салат как там, клиника, клиника счастья. Но я еще посмотрела только одну серию. Мне нужно еще посмотреть несколько серий, прежде чем мы это с вами будем обсуждать. Вы понимаете, да? Прежде чем обсуждать этот сериал, нужно мне посмотреть все больше и больше серий. Свет я оставлю, чтобы там у меня ярче было. Так оно вот без света. Как-то вот так. Может, конечно, сюда поставить. Здесь более огонь фиолетового в сердце полай. Любовь и божественная ярко сиянь. Ты милосердие. Я вот так вот занималась. На самом деле я читала книги, выписывала. Там огромное количество там цитат, информации, вообще какие-то там мои мысли. Писала я вот мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания в Америке». Вот. Только там, я... Знаете, там у меня были шикарные. Знаете, на фестерсе «Сескин Мороуд» был в «Коннептикот». Было огромное количество, знаете, там это кресло удобное, диванчик был удобный. В комфортных условиях. Конечно, сидя на стуле и писать что-то, то есть это некомфортно и как бы не комифон. Вот. А занималась я с утра до вечера практически. Много часов. Это требует комфорта. Я как понимаю, комфорта, правильного питания. Как-то у меня там это йога, спиртчо-йога, органик-фуд и вообще вкусная еда. Я вообще не понимаю, как говорят, художник должен быть голодным. Я это не понимаю. Я считаю, что художник, истинный художник должен быть, знаете, вкусно, правильно накормлен. Правильно. Знаете, вот этот органик, знаете, кого такое, знаете, не, конечно, не обжираться, а вот правильное такое питание, органик, я же вам рассказывала. Вот. Я считаю, самое то. Иначе художник, съедавший там одно яблоко, чтобы там вот это сварить, я не знаю, там, это, знаете, и будет он о еде об этой еде. Ну, это мое такое субъективное мнение. Ну, давайте не будем отвлекаться. Сейчас уже, знаете, сколько там, два часа, уже у меня два часа. Вы смотрите очередную мою программу, моей творческой студии позитивного мышления, силы и позитивной мысли. С вами Татьяна Соломановна Макту Сайфы. Сайфы. Ты милосердие. Истинное. Истинное вечно. Добуду. Добуду созвучно. Тебе бесконечно. Тебе бесконечно. Тебе бесконечно. Здесь намного теплее. Понимаете, мало того, что у меня шикарное, знаете, такое вот этот шикарное, ну, давайте туда, как бы, такой вот больше, он лучше, он так вот меня видно. Она сейчас, знаете, шикарная кровать королевская, здесь такой матрас удобный. Ох, да, просто супер. Понимаете, такая в жилеточке, это пончо, накинула пончо, и вообще, я такая вот это вот, изголовье такое, оно такое мощное, оно как бы защищает из тех от петров, которые там из балкона могут дуть. С другой стороны, свежий воздух, поскольку там открыт у меня балкон. Здесь такое два в одном. И гуляю, и в комфортных условиях занимаюсь, ну, в общем, как-то вот, и тепло. Так что вот. Да будет озвучено тебе бесконечно. Так, дальше идем. Дальше. Прикаться не будем. Прикаться не будем. Следующее. Следующее у нас что? Я езжу свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии в моем небесном стал мой разум, разумом света. Так, дальше у нас будет так. Я езжу свет, я езжу свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый, огонь фиолетовый, ярко пылай. О, мой навеки освобождай. 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 Дай Божию подать у нас вкусного хлеба. Дай Божию подать у нас вкусного хлеба. Дай Божию подать у нас вкусного хлеба. Дай Божию подать у нас вкусный хлеб. 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 По середине на левую вершину. 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 варить макарошки варить макарошки соевым мясом на магазинчик на сегодня еще в магазинчик пойду что погулять погулять шикарная в магазинчик пойду так что вот только времени что я ждать долго спит почечка лето прогуляться подышать воздухом то есть еще магазинчик пойду еще надо хозяйственный вопрос не заняться покушать так это уже после сиеста тайм такой вечерний вот такой обед получается такая гранд в моем этом обед ужин ужин в майн гранд ресторанта присыпаю я не буду варить макарошки соевым мясом салатом из помидор подводы убивать ну что вы пьян сломанно нужно отметить мороженым за 8 рублей а пьян сломанно и по мороженому тоже рада очень вкусно и тогда тогда я могу могу этим пламенем ну шикарно 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 если вы знаете английский лучше на английском это конечно повторять так советую детали борисовна право молитва молитва ох это молитва даже будет такая очень могущественная молитва будет такой-то почитать так секреты процветания марк профит ну что марка профита он пишет марка профита я считаю что книжка как там знаете как написала элизабет профит марк профит составил как понимаю один из первых есть такой это основатель вот сказать я сказала основатель этой карты сокровища марк профит это еще лет сто назад не сто сороковых годах или каких-то там сороковых годах прошлого века марк профит составил свою карту сокровищ на которую разместил и там дом и как должна его женщина мечты выглядеть и потом он встретил элизабет профит это элизабет профит писала и они жили в таком доме как он вот так сокровищ разместил вот и я встретил вот это элизабет и в общем на самом деле она потом нашла эти картинки вот такие вот дела и писала об этом я тоже пишу мои книжки об этом тайная психология денег секреты богатства и процветания автор книги так что вот наверное нужно считать я не знаю где это взял марк профит об этом история пока умалчивает ну я так понимаю один из основателей вот этот один из основателей этой карты сокровищ вот реально доказал что она как-то работает потом уже знаете там вот другие подхватили там фильм секреты в общем джон кефа и наталья правки на так что не стоит сбрасывать со счетов вот эти вот советы то что он пишет а книжечка небольшая но наверно знаете вот это вот призовите фортуну мы также заметили что он возникли на вознесенная владычица фортуна богини изобилия обладает властью дать больше денег когда мы действительно в них нуждаемся вознесенная владычица фортуна богини изобилия я собираюсь поедать вам один из наших секретов пишет марк профит да я об этом читала когда им нужны были деньги они даже вот читали призыв к фортуне положитесь на бога то что так как они к ним поступали деньги легким достаточным путем во благо об этих об этих об этих знаете то что написано вот у марка профита таким более простым языком написала в своей книжке я привлекаю деньги наталья борисовна правлена еще в 2002 году когда вы испытываете беспокойство обратите свои мысли к богу пишет марк профит на 127 странице ключи к осаждению изобилия будьте благодарны за все что с вами происходит прощайте себя оставьте беспокойство сжигайте себе огонь веры визуализируйте как ваши мечты воплощаются в реальность ключ к осаждению изобилия секреты подсветания секреты подсветания ну что пишет марка профит призовите фортуну положитесь на бога всегда храните семьи изобилия и поддерживайте возвышенные мысли качайте носок поймите что преуспевание это дело духа когда мы испытываем беспокойство когда вы испытываете беспокойство обратите свои мысли к богу кстати на этом я заканчиваю эту книгу так это я все написала ну что я молодец ах какая я молодец просто супер молодец что остались еще там маленькие книжки там кое-что у нас чем-нибудь так что у нас получилось что у нас получилось чувствовать красоту красота настраивает на волну радости и любви как сказал что в голове в голове в голове красота это улыбка наличие земли улыбка для всех и нужно и нужно лишь иметь глаза чтобы видеть ее настроение чтобы чувствовать глубинная истинная красота она говорит говорит с человеком на языке сердца язык любви чтобы обрети истинную красоту нужно стремиться к прекрасному во всех ее проявлениях впитывать красоту наслаждаться ею тогда красота станет частью вас и будет освещать лицо добром светом и любовью окружите себя красивыми вещами это мои записи Желчужина мудрости из книг наполните свою душу радостью и благодарностью изучайте любовь и свет и вы засияете истинной красотой души которая отразится и на вашей внешней жизни я открываю божественную красоту в себе я благословляю каждую клеточку своего тела мое пространство красоты расширяется каждый день каждый день ну что что ты еще такое хотела сказать ну что выключим свет слишком много знаете когда там пишешь очень много много светом что тут да сколько у меня сейчас 2 часа 22 минуты уже видеозаписи ну что делаем 2 часа 28 минут позитива со мной кстати сломали мак 2 сайту 1 поэтому нужно зановит окно 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 невесить аккуратненько брать аккуратненько хотела еще сказать по поводу с вами рассуждали сравнить хотя предпринимание загрузила вам серию пару серий крем и там играет та же самая актриса такая того что эти опечатки опечатки на моем этом я сказала что светлана ермакова сказала бы об этой женщине девочка на пенсии не девочка от девушка светлана ермакова называет себя девушкой на пенсии девочкой а я назвала ее как бы девочкой девочка на пенсии года опечатка программе такие вот дела так вот между нами девочками btay это так скажем девушка на пенсии так 30 сын играет такую роль какой-то день бы певицей романцев то в этом фильме крем она играет моему маму этой лизы чайкин я загрузила пару серий вы можете сравнить как она одета как она себя преподносит в этом фильме актерское мастерство буду на актерское мастерство но вообще сценарии даже написано сценарии вот даже не просто как-то вот это постановил так она из академической семьи занимается наукой там все такая певица такая вся этих шляпках нарядах на помадах на красивой одежде и обратите внимание в этом фильме крем она решила посмотрела передачу как бы изменить себя свой образ давайте 10 тысяч рублей мы изменим изменим вас даже взяла тысяч рублей пошла уже салон красоты но увидела магазин книг увидела магазин книг и решила что она лучше купить книги зашла в книжный магазин купила себе книг а в салон красоты она не пошла такие дела ну не трудно и посмотреть вокруг той женщины девушки на пенсии 2 h2 мужчины рядом вот а это только с наукой это она решила знаете всю жизнь преподавала потом напишет мне судьбу и даже это все бросила понимаете когда она ушла с кафедры и стала там что-то вот это считает что ну и что вот то что у нее осталось какая она есть осталась она и наука и книжки но это в принципе тоже немало чем смотри сравнивать эти сравнивать из два фильма вот какая она в том фильме в общем и в этом как она одевается даже сама актриса прическа той той более так и такие волосы и знаете здесь она более простая одежда и более такой мейкап и более скажем вот это такая она просто вот проследить мы знаете вот обсудим в одной следующей программы вот обсудим эти два фильма вот этот образ актерский образ это очень интересно потому что одна и та же актриса играть в одном в одном фильме я же еще говорю вот это певица этих романцев вся вот такая вот такой философии что вот она улыбается а здесь она как-то вот показано в основном дома в основном дома на кухне понимаете вот такой образ она редко показана на кафедре вот этой наукой на кафедре в основном дома показано дома на кухне а та девушка на пенсии вот и мужа собирается замуж и в общем как говорится и знаете приехал на эту фазенду завод эти ромашки рисует такая вся творческая вся такая творческая на творчестве на всех нарядах и вообще в общем совершенно другой область совершенно другой область и мужчины как не мужчины вообще но не будем забывать крема как это фильм крем это такой мистический сериал и в общем это женщина как там они дано нашли на наш нет и я это лежит и бабушка находится на молодого а это как бы так да это вот эта бабушка находит себя молодого это потому что они там исследуют ген красоты я не знаю для того что делать нужно вы должны быть певите романсом или иметь такой образ что ты поешь роман финансы роман эти финансы поют роман ну в общем да не такой философии понимаете быть знаете быть улыбчивый быть такой легкой быть улыбчивый легкой вот и мужчины понимать как там энергетику то знаете вот об энергии мы поговорим то излучает совершенно такую другую энергетику легкости красоты может спеть такая легкая улыбается и вот это вот на кухне такая вообще не улыбчивая с этой наукой мол того что внешность и вот это конечно рядом с ней ну в общем что как говорит хакамада главная энергия она сказала женщина с энергией никогда не будет одинокой я перефразирую немножко как по-другому на своих этом сказал с огнем в глазах хочу вдохновляться я не знаю смеется машина а там заметила мишебочек это как я сегодня посмотрела вам ну смотрю три мужчины такие стоят в общем чего-то ждут эти мужчины вдохновиться этими мужчинами если не сказаться с этими мужчинами то мужчинами вдохновить так что вот ну ладно я уж так вот устроила знаете сейчас посещу сериальчик и посмотрю я не знаю пойду сегодня в магазин ну уж завтра может сегодня я не пойду ну может сегодня ну может я сегодня в магазин я не пойду в общем приготовлю себе такой ужин как в Парижа покушала буду смотреть этот сериал сериал или крем или международными девочками девочками посмотрю вот сделаю определенные такие нужно для моих следующих программ я же как будет смотрю там делаем какие выгоды рассматриваю различные образы что у нас поездки дня отдыхать наслаждаться собой природа погода жизнью книжки чтение книг жемчужины мудрости жемчужины мудрости огромное количество книг вот впереди у нас лето сейчас у нас конец конец мая погода празднушка шепчет немножко прохладненькая погода шепчет уже наступает лето я вот эти внимание как там еще советуют в этом фильме как-то открывать окна напитываться в общем энергии солнца витамины солнечные лучи витамины в общем что а 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 это конечно не опрометчиво опрометчиво конечно не так это поставили опрометчиво хотела я конечно думаю как-то душу как-то отдельно знаете такая чем такое платье в обтяг что не такое в обтяг платье в обтяг вот в общем такая думаете макияж ярко губы хотела вот это вот но поздно немножко поздновато если не встала я же сказала в 4 в 4 вечера с 4 утра до 4 вечера в принципе спала очень хорошо поспала вот если бы я наводила макияжи макияжи а может знаете пока вот это пока волосы бы высохли вот а в принципе не так много и времени может быть я еще вы еще покушаю магазин схожу посмотрю как то вот это сейчас у нас принципе не так в принципе много времени вот но прохладно то есть при открытом при открытом вот такой балконе здесь прохладно здесь нужно сидеть здесь читать вот книги нужно еще супер еще утеплиться шубку еще пончим прохладно так что вот вот такие вот дела с вами татьяна салмановна в акту санфудин это моя программа о творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли поскольку достаточно большая это же меня съемочка покажу два часа и 35 минут поэтому не скромно говорю потому что ну и там кто с какого момента знаете там полностью кто полностью смотрит конкурска не достаточно большая знаете мне такие есть шоути видео в принципе как-то не надо 28 минут принципе подмоток может по 45 заснимать минут 45 минут вот есть и по три часа разные у меня разные форматы маленькие познать есть даже по 18 секунд 18 секунд позитива татьяна салмановой мактон сайт а есть и трехчасовые вот так вот так что вот ну что будем занавешивать потому что занавешивать уже нужно покажу пейзаж 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 красоту красоту наслаждаться красотой так кстати вот смотрите у меня выписано на русском моем канале ютуба татьяна салманова мактон сайт путин 3095 видео а на английском татьяна салманова мактон сайт путин 3286 видео на каждом видео я ну что ну что напоминаю у нас так как так и так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Технические моменты... Такие супер-технические моменты... Нижний свет... Продолжение следует... Нижний свет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Важный момент, даже не знаю, идите показать или где, не будешь ее там открывать, можно идти показать, ну хорошо, я не берусь. Сейчас я вам покажу, есть такой момент, это показать мои записи, которые я сделала, показать мои записи сейчас при дневном свете, сейчас я принесу, принесу, покажу эту запись, мой фончик, сейчас я вам покажу мой фончик, надо еще как-то поставить, чтобы подчерк был. Да, видите, еще все записи-то, так еще, знаете, на свет, а может быть сюда положить, на подоконник положу, вам тогда я покажу более вот это, может быть на подоконник положить, положу на подоконник, такой разбивки. Просто показываю мой почерк, это мой почерк. Александрова Татьяна Юрьевна, я была Александрова Татьяна Юрьевна, 46 лет и официально поменяла мое имя, что фамилия, она Татьяна Салмановна Махтум Саифудин в 2018 году, это мой почерк. вот такие вот дела. Кошечки гуляют, обратите внимание, показываю им кошечек, вороны там с ними их кормят, вообще такие люди заботливые, кошечки кормят, домики для них сделали. Переворачиваюсь, бог богат, я богат. Вороны там все, кстати, живут с ним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Это мой российский действующий паспорт, который меня порвал. 29 июня мужчина в милицейской форме, который ворвался ко мне в мою квартиру. Здесь 93 квартира. Я собственник квартиры. Я здесь проживаю 30 лет, 25 лет постоянно. Я вам могу показать прописку. Здесь прописано 30 лет. Я прописана по этому адресу 30 лет. Так что это мой паспорт российский действующий. Вот такие вот дела. Я просто хочу сказать, что это мои авторские права на творческую студию позитивного мышления и силы позитивной мысли. Такие вот дела. Такие вот дела.